Итак, сегодня к нам пришел новый станок, новый девайс Аппарат аргонодуговой сварки, ровер, какой-то... Какой-то крутой! Я варил! Обычная сварка, обычная С этим аппаратом вижу впервые Сейчас нам дали вот такую жалезяку Вот она вся сломанная, на ней можно потренироваться Сейчас попробуем нанести что-нибудь Ну, поехали, ребята Первые шаги в аргонодуговой сварки Пока без присадки, пока просто из крупности Ого! Факции Скором work Скором, может сбeddыши Проход Здравствуйте! Вообще Ой Слышали? Вообще прикольно Никаких брызг Ничего Работает Вы понимаете ребята Работает Давай что тебе говорить Вот здесь вот я чуть-чуть Я брал Но потом лопнул Ну это пока без присадки Вот у меня есть Присадка Присадка Сейчас даже сумничаю ILM95 По алюминию Круточек Сейчас будем пробовать с круточком Вот Что есть с аргон-буговой сваркой В душе не знаю А не на самом деле смотрел Одного Меликоса Чувака Вот Но это было давно Что-то конечно я помню Что-то не помню Помню что он рекламировал там на пальчнике XXL Иди сюда Пока Алексей помогает нашему товарищу Никите Делать слайдер Слайдер у него разошелся Вот отрезали ему Отрезали ему вот такую штуку Ну потому что она разъехалась Чей слайдер у вас? Польский? Да я не знаю Кто ли говорит американский Кто ли говорит американский Говно ваши ребята Американские слайдеры Вот наши слайдеры будут вот такие А это что? Он здесь вот разошелся И все И каретка разъезжается Вот Ёша его отрезал немножко Делает резьбу Да, Лёх? Да А зачем отрезали? Он просто длинную машину Он просто длинную машину не помещается Нужно покороче Вот Ну ладно Это все лирика А сейчас будем пробовать Будем пробовать с присадкой Эх, стол не Вот стол надо сварочный, да? Все нормально Ну нормально Столы должны быть сварочные А у нас тут А Лера Сейчас, ладно Делаем Делаем Айца Делаем Делаем Не, не получается. Не получается. Людям надо еще почитать. Не варит. А? Не варит. На. Ну, не то, что не варит. Здесь надо, ребят, учиться. Что мы, в общем-то, и делаем. Метром проб и ошибок. Метром проб и ошибок. Потихонечку, помаленечку. А вот сейчас, да, что-то получилось. Сейчас я уже даже увидел ванночку. Вот. Сейчас, говорю, даже ванночку увидел. Ванночку опускал в ртулочек. В общем, учимся. Учимся, еще раз учимся. А по видеообзорам этот аппарат, конечно, какой-то очень крутой. Я еще ничего в нем не знаю. У нас есть друг, профессиональный сварщик. Он там какие-то начальные настройки делал. Что-то он там варил с аргоном. Ничего не знаю. Вот. Сказал, настройки пока такие оставь. Просто тренируйся. А потом он придет, я тебе все объясню. Но нам же не терпится, русским людям. Теперь главное что? Расход вот есть. Идет расход. В общем, тренируемся и работаем. Работаем. Когда-то, ведь два года назад, я не мог вытащить вот такую байду. Вот, пожалуйста. Байда. Не могли мы ее вытащить. Сейчас, пожалуйста. Идеально. Идеально. Четыре отверстия. Пятое посередине. Идеально посередине. Идеально по углам. Идеальная резьба. Брезвый, между прочим, Алексей. Старость. Так что, ребята, всегда нужна практика и старость. Вот, пожалуйста. Не любил Алексей резьбу? Ну, не любил. А тут в раз и... Полюбил. Полюбил. А все почему? Потому что советский, ребята, Союз. Да, да. У нас были метчики китайские. Ну, там, Топекс. Набор. Вот такой вот набор. Дурацкий набор. Легкий, грязно резал, матерился, матерился. И в конце концов мы купили вот такие метчики. Вот советские метчики. Вот несколько там штучек. Офигенные метчики. Резьбу режут? Ну, я не знаю. Без масла. Так что, Советский Союз рулит. Как ни крути. Все, всем привет. Спасибо. Спасибо.